Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько десятков минут я вам буду рассказывать об игре Пути Истории. Это массово-многопользовательская браузерная стратегическая игра, созданная российскими разработчиками. Сразу предупреждаю, что разработчики обратились ко мне сами и оплатили моё время знакомства с игрой. Так что если вы считаете, что таким образом мой обзор перестаёт быть объективным, то немедленно выключайте видео. Ну а всем остальным, кому нравится знакомиться с чем-то новым, давайте приступим. Вообще, буду честен, у меня предубеждение по поводу браузерных игр. Мне всегда они казались чем-то куцым чисто для убийства времени, когда у тебя слабенький компьютер, тебе не хочется заниматься покупкой игры, установкой стима и так далее и тому подобное. В общем, весёлая ферма наше всё. Поэтому, когда ребята из Glyph World мне написали, то я им об этих своих сомнениях рассказал. На что разработчики Пути Истории ответили, мол, да не проблема, критикуй сколько угодно. Поэтому я зашёл на сайт игры, ссылка сейчас появляется у вас на экранах, причём, как видите, через слэш ещё и название моего канала. Эта же ссылка есть и в описании к видео. Если вы по ней перейдёте, то получите при регистрации определённые бонусы, о которых в конце видео. Так вот, начал я играть, и вы знаете, интересно. Я, конечно, не закину пошаговые стратегии, но откровенно я не ожидал, что уже браузерные игры могут заинтересовать и хардкорных стратегов. Начал я разбираться в вопросе, узнал, что первая браузерная игра-стратегия была создана в Германии, называлась Травиан, а вот Пути Истории появились аж в 2009 году. То есть это не какая-то свежая игра-поделка. В принципе, во многом Пути Истории похожи на цивилизацию. Вы развиваете сначала свою маленькую деревеньку, которая постепенно становится городом, строите новые города и так постепенно до полёта в космос. Самое главное отличие это в том, что партия тут длится не часы, а месяцы. Разработчики мне говорят, что от начала и до конца примерно год. То есть, хоть эта стратегия считается в реальном времени, но реальное время тут очень медленное. Любые ваши действия и постройки занимают какое-то время. Ну вот у меня, например, сейчас дома строятся больше часа. Я должен один дом для того, чтобы увеличить прирост населения, строить больше часа. Я отправляю его на постройку и через там час-десять минут он у меня будет построен. Отсюда и ваши траты времени. То есть вам не надо постоянно сидеть в игре. Зашли на пять минут, посмотрели, что происходит. Поставили нужные вам постройки или добычу или армию куда-нибудь отправили. И дальше занимайтесь своими делами. Но, еще раз повторю, партия длится аж год. При этом, что лично мне очень понравилось, тут невозможно играть в одиночку. Вам все равно придется коммуницировать с другими игроками. Вам надо обязательно объединяться в страны. То есть в одной стране может быть множество других игроков. Стран тоже очень много. Миры огромные, то есть действительно планеты. И тут ощущаешь себя на какой-то альтернативной планете, где множество стран, множество разных городов. То есть ты не один. Это такое вот, такого ощущения некоторой миниатюрности, как в Циве той же. Но при этом для игроков пошаговые стратегии, тут все очень понятно быстро становится. Есть и аджор городов, есть и фокус на производство, есть ресурсы, которые надо добывать и которые что-то дают. А за счет того, что игра длится год, вы сами понимаете, что разработчикам надо было вставить в игру много-много всего. Для того, чтобы этот год нам не было скучно. Естественно, я не мог сыграть всю партию целиком. Я сыграл только месяц. И по моим понятиям дошел до античности, судя по всему. Так что все более современные картинки городов, это я общался с разработчиками. Они мне через скайп показывали, как развиваются города, как развиваются империи. А так как это показывалось на реально существующих аккаунтах, то некоторая информация закрыта. Уж извините. Вначале у нас есть просто город. У нас несколько задач. Во-первых, вырастить как можно больше жителей, чтобы они работали. И добывали, во-вторых, ресурсы. Вы строите здание на повышение рождаемости. То есть хижины, колодец, чудо, например, капище. Вот я построил у себя. Строите здание для добывания ресурсов. Хатку собирателя или домик дровосека. И постепенно вам открываются новые возможности. Причем для тех, кто играет в игру первый раз, все очень понятно по квестам, которые вам дают советники. Вот постепенно, выполняя эти квесты, вы, так сказать, врубаетесь в игру. Начинаете понимать, что тут происходит. А тем более, что вам недоступны все возможности сразу. Постепенно, с ростом числа жителей, открываются возможности торговать, колонизировать, строить улучшения вокруг города. Так что сразу тут потеряться в интерфейсе невозможно. Затем вы строите рабочих и присоединяете какое-нибудь месторождение. Вот у меня в Пупыркобурге лес присоединен, потому что один из главных первых ресурсов для строительства чего-либо. Во втором городе в Великом Верхнем Валдыре я хотел яблоки присоединить, но меня там уже опередили. Может договориться со своей страной, чтобы напасть на чувака. Ну, хотя у меня там рядом и леса есть, так что зачем идти на конфликт. По поводу конфликта. Здесь есть, конечно же, и битвы. Причем для битв сделан отдельный движок. Разработчики так заморочились. И когда ваша армия прибывает на место битвы, или когда на ваш город нападает вражеская армия, то можно открыть экран битвы и за ней наблюдать. Вот это один из минусов. Вы на саму битву по-хорошему влиять не можете. Вы только можете на нее смотреть. Загружается какой-то ландшафт, причем, кстати, очень редко соответствующий тому городу, на который идет нападение. И вы наблюдаете за тем, как косолапые малополигональные фигурки мутузят друг друга. Как мне объяснили разработчики, это объясняется, ну, самой спецификой игры. Потому что иначе народ пытался бы нападать только ночью, для того, чтобы, например, соперник не мог управлять своими юнитами, и было бы проще побеждать. Тем не менее, косвенное управление битвами есть. Во-первых, вы должны составлять свою армию из разных юнитов, и за счет этого можно побеждать. Во-вторых, битва не просчитывается вот одномоментно. Она длится какое-то время. И в течение этого времени можно подводить еще и еще войска, и они будут вступать в реальном времени в эту битву, и вы сможете наблюдать за этим. Кроме того, кстати, можно посмотреть запись битвы. Собственно, я вам одну из таких записей сейчас и показываю. Есть сохраненная ссылка, и вы на нее смотрите. И мало того, вы можете сами еще и смоделировать битву, и посмотреть, как те или иные войска будут биться между собой. Еще из таких военных ограничений отмечу, что нельзя захватывать города. То есть вы при нападении на город максимум, что вы можете его просто уничтожить. Опять же, сделано для того, чтобы игроки не злоупотребляли этим, не передавали друг другу города. Однако военная добыча с атаки городов существенна, выгодно нападать на соперников, чтобы унести какие-то трофеи, ресурсы, да и просто ослабить его. Кроме того, для задания действий юнитам существуют тактики. Вы можете сделать, что они не всем скопом будут выходить, а какими-то волнами действовать по-разному. То есть инструменты для различного ведения битв есть. Ну и раз я сказал про малое количество полигонов, упомяну еще один минус игры, конечно же, это графика. В бою это видно лучше всего, но и на стратегической карте, и на виде города тоже кажется, что игра выглядит несколько устаревшей. Честно, правда, признаюсь, не в курсе, какие сейчас стандартные графики для браузерной игры, но внешний вид все-таки важен, даже несмотря на то, что это стратегическая игра. Но к чести разработчиков они это понимают и сами говорят, что у них приоритетное в плане развития направления это именно улучшение визуальной составляющей путей истории. Они мне, кстати, показали первую версию игры. Там, конечно, ужас ужасный, но, тем не менее, находились люди, которым было интересно, а значит, игра все-таки затягивает. Кстати, отмечу, что Пути Истории в 2011 году получили награду «Лучший дебют» на конференции разработчиков игр. Так, ну, вернемся к развитию. Не только же нам воевать, да, жителей растить. Возможностей, еще раз повторю, очень много. Например, в определенный момент у вас появляются торговцы. Я сначала не сообразил, насколько они круты, потому что, ну, у меня было куча яблок, куча дерева, и этого достаточно. Но потом, с течением времени, там начинают быть нужными и другие ресурсы. Тем более, что если у вас много еды, то вы можете в разделе «Управление городом» сделать фокус на рост. И у вас будет эта еда потребляться больше, но при этом и на 15-20% вырастет рождаемость. Ресурсы роскоши вы также можете сфокусировать, и тогда у вас увеличится культура, которая влияет на количество жителей в вашем городе. Ну, так вот, торговцы. Благодаря торговцам вы сможете покупать и продавать свои ресурсы. Вначале это бартерный обмен, далее, возможно, и за деньги. Ну, правда, в данном случае я все равно деньги воспринимаю как бартер, потому что они производятся монетным двором. Ну, например, у меня куча дерева, а я хочу купить рыбу. Ищу, кто выставил на продажу рыбу за дерево, по более приемлемой для меня цене, и отправляю торговцев. Одного отвезти дерево, другого забрать рыбу. Точно так же и вы сами можете выставлять предложение, чтобы не использовать своих торговцев. И за счет этого появляется такая вот глобальная экономика. И, кстати, отправка торговца еще и откроет для вас на карте тот город, куда вы его отправили. То есть торговец поступает и таким скаутом. При этом вам еще и надо контактировать с другими игроками. Может, вам лучше не торговать с людьми не из своей страны, а общайтесь в чате своей страны и узнавайте, какие ресурсы нужны другим игрокам, пишите, что нужно вам, и улучшайте благосостояние союзников. То есть вот пути истории заставляют заниматься дипломатией, чего я всегда добиваюсь в цивилизации, заставляя игроков общаться голосом, без привата. А здесь очень много подобных механизмов, направленных именно на то, чтобы игроки объединялись, общались. Как и в Циве, например, в путях истории тоже важно, где расположены ваши города. Потому что от этого зависит, какие особенности ландшафта вы можете использовать, и какие строения там построить. На равнине одни здания строятся, на холмах другие и так далее. Это тоже все влияет на вашу стратегию. Главальная карта, конечно, для неподготовленного пестрит всякой непонятной информацией, но на самом деле это уже более такая поздняя стадия игры. Вначале все намного проще, и вы постепенно развиваетесь. Сначала захватываете одно месторождение, потом постепенно строите дороги. Тем более, что тут есть определенные штрафы за количество городов. Так, например, когда у вас один город, у вас для обработки месторождения требуется 60 рабочих, а для двух городов уже 240 рабочих. Когда вы основываете второй город, вам для этого требуется всего 100 поселенцев, а для третьего города уже 400. Поэтому все равно быстро обработать все вокруг вы не сможете. Да, конечно, надо отметить и то, как разработчики, собственно, зарабатывают деньги, потому что регистрация бесплатна. По моему мнению, они это делают мягко, ненастырно и логично, если хотите. В игре есть монеты удачи. С их помощью вы можете многое ускорять. Например, у вас там строится ферма 2 часа, потратив 20 монет удачи, вы ее построите мгновенно. Кроме того, можно получать некоторые бонусы. Там плюс 10% к производству или там плюс 10% к росту населения или к науке. И вот эти самые монеты удачи стоят реальных денег. За счет этого проект и живет. И, как я вам говорил в начале видео, если вы перейдете по моей именной ссылке, то при регистрации вы получите аж 700 монет удачи сразу. Ссылка действует только в течение 5 суток с момента публикации этого видео, так что поспешите. Ну, а при обычной регистрации вы никаких монет удачи, конечно, не получаете. Но, кстати, еще замечу, что монеты удачи вам даются из-за выполнения квестов. Поэтому лично мне в течение месяца играть было вполне комфортно. Я знаю, есть такие торопыги, которым хочется побыстрее все построить, но я, например, играл и без внесения каких-то денежных средств. Ну, в моем случае, я, конечно, мог просто попросить разработчиков, чтобы они мне дали монет удачи, чтобы лучше разобраться в игре, но мне было интереснее все сделать обычным способом. Так что в данном случае я не вижу в игре агрессивной монетизации и даже без внесения своих личных денег играть комфорт. Конечно же, в игре есть и чудеса света. Тут механика их интересно реализована. Во-первых, вы их строительство ускорить никак не можете. Чтобы активировать чудо-свет, например, вот капище, мне до 20 уровня надо было его построить. Каждый уровень там по 5 часов строился. То есть это действительно крупное сооружение, но при этом в радиусе от города, вот в случае капища это 5 клеток, не должно было быть других активированных подобных чудес. То есть на самом деле чудес света может быть множество, но они должны находиться на некотором отдалении от вас и от других чудес света. Потому что баланс, баланс, баланс. С течением времени понимаешь, что города очень важно специализировать, потому что невозможно в одном производить все вообще, все, что нужно. Опять же, с развитием начинает требоваться много ресурсов различных. Один город производит строительные материалы, другой еду, третий ресурсы роскоши и так далее, и так далее. А кроме того, как я уже говорил, вы договариваетесь с жителями своей страны и обмениваетесь всем этим добром. На самом деле игра глубокая, конечно, и рассказывать тут можно еще очень-очень долго. Я постарался сделать такой краткий, сжатый обзор, чтобы вам стало понятно, интересно будет вам играть в нее или нет. Внутри самой игры есть огромная, хотел сказать, цивилопедия, ну, энциклопедия, где все расписано и все понятно. Когда я спросил разработчиков, на кого рассчитана игра Пути Истории, они сказали на хардкорных стратегов, то есть, собственно, на аудиторию моего канала. Это вам не веселая ферма, тут действительно придется думать, разрабатывать свою стратегию развития, но при этом процесс растянется на долгие месяцы. Если я вас смог заинтересовать игрой, то, еще раз обращаю внимание, переходите по моей именной ссылке. Если вы по ней зарегистрируетесь, то вам дадут 700 монет удачи, ну и заодно разработчики посмотрят, насколько эффективен был мой обзор. Ну, а вы слышали Лешу Халецкого, АК Принцесса Пупырка из Пупыркобурга. Обратите внимание на игру Пути Истории, ну и вообще, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.